Приветствую вас. Мне кажется, что в хлам имел бы смысл обратиться к врачу для начала хлам и просто пообследоваться на предмет физиологических процесс в вашем организме, которые могут происходить в вашем организме, в том числе и в вашем целом. И как следствие, этим может быть вызвано то, что вы переживаете то, что вы переживаете. Ну, на мой взгляд, один из моментов может быть такой. Вот, это первое. В остальном все это, я бы сказал, то, что вам довольно сложно себе доверять. Вот, я бы сказал так, что вы себе не доверяете, а других людей и ставите выше. Вот, я бы, я бы так это озвучил, я бы так это назвал. И, соответственно, дело не в том, что вы боитесь, чтобы обидеться кого-то. Дело немножко другом. Дело, что, что будет, если вы обидеться кого-то. Ну, то есть, что такого страшного из-за чего-то не проведения, это предмет, я бы так сказал. У меня нет, что я бы так сказал. Такая вот история здесь, и на мой взгляд, по крайней Мири я бы не знаю, что было бы на самом деле, но вот первое всё равно. Я бы не знаю, что было бы на самом деле. Ну, пока что очень похоже на то, что вы достаточно тревожны и с своей тревожностью не совсем понимаете и знаете, что делать. Вот. И как обращаться с тревожностью, я имею в виду, с вашим. Вот, в этом, в принципе, может помочь психолог, вот, как-то и с вашими страхами поработать, в том числе, и личными границами. И со стыдом вашим. Вот. Вы спрашиваете, почему не сказали, почему не сказали? В какой-то степени ответ на этот вопрос вы же сами дали. Вот. Потому что вам важно, что о вас подумают. Не просто так, а важно, что о вас подумают. Потому что, может быть, вам не очень, не очень интересно, но ваша жизнь как раз, своя собственная жизнь не очень интересно. Обычно человеку, когда ему не очень интересно видеть свою жизнь, он начинает думать о других людях. Вот. К сожалению. Я думаю, нюансов я, конечно, не знаю. Вот. Я могу ошибаться где-то, но кажется мне, что как раз таки вот вам, ваша жизнь не особо интересна. Вот. И то, что вот вы работаете, да, работаете много, это очень хорошо. Но еще лучше было бы, если бы вам работа нравилась. А отсюда потому, что вы описываете. Я боюсь, что она вам не так уж, чтобы сильно нравилась. Вот. Вот. Вот отсюда, мне кажется, мне кажется, и происходит некоторая проблема. Ваши. Вот. Вот. Поработав над интересом к своей жизни. Вот. Вы сможете больше операться на себя. На себя. На себя. Получив возможность больше операться на себя. Вот. Вы получите возможность увереннее себя и собовести с людьми. Вот. С другими людьми. И лучше реализовывать свои, свои интересы. Вот. которые сейчас. Как я понимаю, вы привыкли скорее подавлять, нежели чем выражаться. Если вы выражаться. Если вы выражаете свои интересы, то делать это, как я понял, украдкой, чтобы, эээ, ну, чтобы другие не заметят. Вот. На мой взгляд, это очень грустно. Потому что, совершенно очевидно, что, даст у него больше, гораздо большего. Вот. Но, если сами, в смысле, если самостоятельно вы так не считаете. Вот. Если сами вы так не считаете, если сами вы так не думаете, что у вас будут трудности. Но, собственно, они, они уже есть сейчас. Эти трудности. И, к сожалению, к сожалению, они будут. Так. Пока данная проблематика будет присутствовать у вас. Вашей психологической реальности. Поэтому, как бы так. Ну, начал бы я с того, как в целом вы своей жизнью распоряжаетесь. Начал бы я с того, как вы в целом к себе относитесь. Как в целом вы себя реализовываете. И, как в целом вы себя подавляете, если это происходит. Вот. А дальше уже можно было бы смотреть. Дальше уже можно было бы смотреть на развитие этих людей. Вот. Ну, на воплощение, если угодно. Эти идеи. В вашей жизни. Вот. Такая. Какая-то история. Я думаю. Я думаю, на этом все. Вот. Я думаю, что, в принципе, можно пока что закончить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что это было интересно. Надеюсь, что это было полезно. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного решения ваших проблем. Обращайтесь. Не затягивайте обращения к психологу.